Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркет с большим количеством торговых идей, которые мы постим, размещаем каждый день для того, чтобы у вас было больше вводных, больше информации для принятия торговых решений. Особенно сейчас, когда на рынках есть высокая степень неопределенности, волатильность остается в высшем среднем значении и хочется, конечно же, успешно лавировать между этими движениями и зарабатывать. Что касается текущей торговой сессии, к повестке экономического календаря, соответственно, сегодня мы ждем блок данных европейской статистики, в частности, индексы производственной активности ключевых стран ЕС, еврозоны в целом, отчеты по индексу активности в сфере услуг, композитному индексу, который совмещает все сектора, получается, соответствующих европейской экономикой и еврозоны. И эти данные могут стать дополнительным подтверждением того, что европейская экономика уже не то, чтобы приближается, а в одном шаге от рецессии, который мы стали с вами ожидать еще много месяцев назад, анализируя все фундаментальные данные, макроэкономическую статистику и видя глобальные риски, связанные прежде всего с энергетическим сектором. Поэтому еще одна порция слабой статистики станет вполне достойным аргументом для того, чтобы евро получил еще одну причину для того, чтобы обновить новые локальные минимумы. Собственно, европейская валюта сегодня снижается, можно сказать, что снижаются все рисковые инструменты, на которые мы делали ставку, и укрепляются, соответственно, защитные, крепкие, уверенные в себе американские доллары. И рынки настолько предсказуемы в этом плане с точки зрения развития средне-долгосрочных движений, что прямо становится немного страшно, друзья. Я надеюсь, что вы используете текущие тренды, вы на этом уже очень хорошо заработали, а не только вчера очнулись и решили, что доллар растет, а валютные риски снижаются. И вступили в игру. Очень хочется верить, что среди вас таких единиц. И вы не первый день следите за моим аналитическим контентом, творчеством. Вы знаете, как давно я рекомендовал именно действовать определенным образом по риску и по американскому доллару. Дальнейшие перспективы, друзья. Мы, конечно же, вернемся к оценке среднесрочных целей по основным валютным парам в понедельник. Сегодня я делаю акцент на то, что после состоявшегося серьезного ралли, которое произошло после решения американского регулятора по процентной ставке, и в преддверии выходных есть риск, конечно же, коррекционного отката, когда трейдеры фиксируют позиции, выходят в кэш перед выходными днями. Имейте это в виду, то есть, если сегодня мы будем наблюдать за коррекционными движениями, они не будут иметь ничего общего, например, со сломом тенденции и переходом инициативы к покупателям риска, например. Нет. За вчерашний день и за сегодняшний, я почти уверен, за вчерашний день ничего не изменилось с точки зрения фундаментального фона. Сегодня, учитывая практически пустой экономический календарь без значимых фундаментальных событий, я тоже думаю, что доллар, как был активом, заряженным на сохранение восстановительной динамики, так и останется. Кстати, друзья, сегодня еще одно событие в 18.00 по GMT. Это выступление Джерома Пауэлла, председателя американского регулятора. После того, в принципе, как мы услышали все, что можно было услышать два дня назад, во время его пресс-конференции, после заседания американского регулятора. То есть, сегодня я жду лишь повторения риторики, которая нам уже знакома. И в этом случае есть также ожидание, что выступление Пауэлла станет дополнительным триггером для укрепления позиций американского доллара. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 111.14. Это соответствует многолетним максимумам, или даже максимумам за десятки лет. И анализ доллара можно было бы прям закончить просто оценкой того, что происходит на американском рынке долга. Десятилетние трежери сорванули к отметке 3.71%, двухлетние облигации по-прежнему держатся выше 4%. Это максимум больше, чем за 15 лет. Американский регулятор как повышал ставки, так будет делать это дальше. Третье повышение ставки подряд на 75 байсных пунктов. Текущий диапазон 3-3.25. Ожидание того, что ставка вырастет до 4,5%. Причем американский регулятор позволил себе сделать комментарий, что эта ставка будет достигнута уже к концу этого года. В принципе, это означает то, что в ноябре нас ждет еще один сверхагрессивный жесткий шаг Федрезерва, направленный на разгон ключевой процентной ставки. И после ноября будет еще декабрьское заседание, когда ставку повысят, я думаю, что на 50 байсных пунктов, как минимум. Кто знает, может быть, за этот период времени базовая инфляция снова скакнет, и ФРС решит, что было бы уместно поднять ставку еще на 75 байсных пунктов на последнем в этом году заседании регулятора, то есть в декабре. В этом случае вот этот целевой диапазон и уровень нейтральной процентной ставки, который был обозначен Федрезервом в среду на отметке 4,5%, легко может быть достигнут. Goldman Sachs отмечает, что не купить доллар – это может стать самой большой ошибкой для долгосрочно ориентированных инвесторов, потому что доллар остается самым предсказуемым инструментом в плане роста. Доллар остается единственным активом, который можно рассматривать на покупке, когда рынок капитала, я имею в виду фондовую секцию, теряет десятки миллиардов долларов ежедневно. Посмотрите на годовую динамику американского фондового рынка потери больше 30%. И кто знает, возможно это лишь начало, учитывая, что мы готовимся к очень непростому зимнему сезону, когда вся проблематика высоких цен на углеводороды и влияние этих цен на инфляцию станет очевидна для всех. И в конечном счете придется принимать еще более жесткие меры по контролю инфляции. И в данном случае снова мы увидим рынок капитала рисковых активов в аутсайдерах. А доллар окажется выше всех, поскольку другой альтернативы не будет. Возможно, золото на каком-то этапе к концу этого года тоже подключится к гонке лидеров роста. Я на это рассчитываю, потому что считаю, что при том геополитическом фоне, который сложился в моменте, золото не может не расти. Поэтому ранее, буквально вчера, я рекомендовал вам все-таки не гнаться за сверх профитом, прибылью в золоте, держа короткие позиции, зафикситься. И либо уже пробовать открывать длинные позиции, либо остаться вне рынка. Британская валюта 1.12.24, предсказуемый обвал, как мы и ожидали. Цель 1.12. Пробиваем этот уровень и идем на отметку 1.10, где будет, возможно, уместно даже зафиксироваться. Ставка Банк Англии была накануне повышена на 50 байсных пунктов с 1.75 до 2.25. Но это не возымело должного результата, это не привело к укреплению британской валюты. Потому что это седьмое повышение процветной ставки за последний год. И мы знаем, что ни одно из этих повышений ставки не привело к желаемому эффекту для британского регулятора, к снижению индекса потребительских цен, который остается в районе 10%. Отсюда делаем выводы о том, что прошлые прогнозы относительно затяжной экономической рецессии остаются в силе, и значит фунту не на чем расти. Что касается американского фондового рынка, 3764 пункта по S&P, соответственно, уже ориентируемся на 3700 и потенциально ниже. Рынок нефти по-прежнему не трогаем. 88-84 сейчас дают долларов за баррель. Опасения за перспективу мирового экономического роста из-за агрессивных действий мировых центральных банков по повышению ставки и борьбы с инфляцией. Укрепление доллара, увеличение запасов нефти сошла уже, по-моему, третью неделю подряд. Это, конечно же, негативный фон, на котором оправданно сейчас преобладают продажи. Но эти продажи могут очень быстро быть сведены на нет, например, осознанием того, что рынок остается в состоянии дефицита предложений. Напомню, что буквально вчера комитета ОПЕК, скажем, аналитики ближневосточного картеля опубликовали доклад, в котором отмечено, что объем нефтедобычи участников аналитического пакта сейчас на 3,5%, на 3,5 миллиона, точнее, меньше, чем должен был быть в соответствии с прежними договоренностями, предполагающими возвращение уровня нефтедобычи к тому значению, которое было до начала пандемии. А 3,5 миллиона баррелей – это 3,5% мирового спроса. Это много. Столько нефти должно было быть уже на глобальном рынке в плане предложения. Но этой нефти нет, а впереди зима. И что касается пары доллар-иена, были у вас вопросы, почему такой мощный обвал. Действительно, пара доллар-иена скакнула с уровня 145 до 140. Это полтысячи пунктов, и это следствие, конечно же, валютных интервенций со стороны Министерства финансов. Но сегодня уже доллар-иен обратно выкупают. 142.22 пункта мы видим в плане котировок. А сейчас хочу отметить, что я не верю в силу и эффективность этих интервенций на текущем этапе. Потому что, чтобы интервенции были эффективны, Министерство финансов должно действовать бок о бок и придерживаться одной стратегии с Банком Японии. Но этого сейчас не происходит. Банк Японии буквально вчера, с утра, как мы помним, подтвердил приверженность сверхмягкой экономической политики. То есть абсолютная противоположность того, что хочет Министерство финансов. Валютные интервенции еще никогда не приводили к должному эффекту. И им не удавалось стабилизировать курсы. Мы помним опыт 1998 года. И стоит отметить, что на текущем этапе проведения валютных интервенций для Министерства финансов будет обходиться очень дорого. По мнению, опять же, экспертов Bloomberg, на интервенции ежедневно, чтобы удерживать курс ниже, например, или в районе 140, иен придется тратить от 5 до 7 миллиардов долларов. Это серьезные расходы на резерву. Думаю, на текущем этапе все-таки Минфин на это не пойдет. Поэтому мое ожидание того, что пара доллар-иена будет постепенно дальше восстанавливаться к целям 150. Ну, а там уже поговорим ближе к делу. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.